Тысячу лет человечество пытается изобрести эликсир вечной жизни, не подозревая, что секрет бессмертия заключен в смене поколений – наших детях. Они продолжают развитие цивилизации, и наша задача – научить их разумно пользоваться энергией космоса и голубой планеты Земля, жить в гармонии с природой и быть счастливыми. Успех любого дела зависит от людей, которые им занимаются. Аул Арнасай в Акмолинской области стал центром социальных инициатив и внедрения зеленых технологий, потому что здесь работают неравнодушные люди. В конце мая, когда весь пришкольный участок утопал в зелени и цветах, в Арнасай состоялся семинар-тренинг с участием представителей школ района, НПО, реализующих проекты, поддерживаемые компанией «Кока-Кола» и программой развития ООН. Ученики Вячеславской средней школы Аула Арнасай представили гостям свои собственные проекты, основанные на внедрении энерго- и водосберегающих технологий. Капельное орошение, солнечные теплицы, сбор дождевой воды, производство биогумуса, солнечные сушилки – десятки проектов, разработанных за последние годы, успешно работают и приносят ощутимую экономическую выгоду. «Кока-Кола» всегда поддерживает ресурсосберегающие технологии. Для нас было большим сюрпризом увидеть то, что сделали дети своими руками и что достигнуто в этой школе. Учителя в этой школе занимаются очень благородным делом. В Арнасайской встрече принимали участие и менеджеры проектных территорий из Алматы, Казаларды, Акмолинской области, которые организовали на местах реализацию очередного совместного проекта «Кока-Колы» и «Проон». Проект внедрения водосберегающих технологий и санитарных практик был реализован в трёх регионах Казахстана. В Алматинской области это частный детский дом «Ковчег» в городе Толгар, в спецшколе-интернат в городе Есик, в Казаларде в школах номер 11 и 173. В Акмолинской области в детском доме номер 1 районного центра «Акколь» и детском доме номер 4 города Степногорска. Всего проектом было охвачено более 4 тысяч детей и подростков. Проектом было предусмотрено установка фильтров для очистки питьевой воды, установка сенсорных кранов, внедрение капельного рашения, оборудование теплиц, установка солнечных коллекторов, проведение региональных конкурсов детских экологических проектов «Взгляд в Экспо-2017», проведение обучающих семинаров по тематике проекта. Чем хороши эти площадки? Ну, во-первых, это особая ответственность, наверное, людей сделать так, чтобы на этих территориях дети имели доступ к самому лучшему. Вторая задача, стоящая перед нами, позволить ребенку, наверное, душой понять, что такое зеленые технологии практики, как их можно применить прежде всего в своей будущей жизни. Третья, не менее важная задача, это сделать так, чтобы дети могли видеть, чувствовать и понимать, что от внедрения таких практик они получат экономические выгоды. Чистая вода для сельских детей. Круглый стол по этой теме состоялся 16 апреля 2015 года в районном центре Ак-Коль. В его работе приняли участие руководители района, представители G-Global, Proon, компания Coca-Cola, депутаты парламента Республики Казахстан и многие другие. На мой взгляд, вам очень повезло о том, что такие организации, как Proon, фонд международный Coca-Cola будут оказывать содействие. Я думаю, это настоящее партнерство, в котором мы сможем вместе сотрудничать и вместе продвинуть все те задачи, которые поставлены перед нами. Чистая вода – это здоровье нации. Татьяна Немцан рассказала о комплексном использовании водосберегающих технологий на примере Вячеславской средней школы и подчеркнула важность нового проекта, реализуемого в Ак-Кольском детском доме. Вода – это ключевой фактор развития общества. И если есть продуктовая, энергетическая и водная стабильность, то такое общество, сельское, городское, будет развиваться нормально. В Ак-Кольском детском доме номер один сегодня живут более 100 детей от 3,5 до 17 лет, которым созданы все условия для нормальной жизни. В рамках проекта здесь были установлены фильтры для воды. И если раньше дети пили воду из диспенсеров, то теперь чистая, вкусная вода льется прямо из крана, что значительно дешевле. Семь сенсорных кранов, установленных в ходе проекта, также позволяют существенно экономить и воду, и деньги. Только за один день экономия воды с одного сенсорного крана составила в Ак-Коле 40 литров. А за весь период действия проекта было сэкономлено 86,8 кубометров воды на общую сумму 9721 тенге. Использование солнечного коллектора позволило решить проблему обеспечения кухни горячей водой, также в режиме экономии. Это еще и хороший пример для детей разумного отношения к природным ресурсам и формирования экологической и финансовой грамотности. Использование теплицы системой капельного орошения позволило получить хороший урожай овощей. В период активного созревания здесь снимали через день от 6 до 12 килограммов огурцов. При этом было сэкономлено 94,5 кубометров воды на сумму 10 584 тенге. Приоральский район. Мы подлетаем к Казаларде. Глядя на пейзаж под крылом самолета, вспоминаешь поговорку. В Казаларде солнца много, а воды мало. Наш проект – эффективное решение проблем водосбережения. Но так думают не все. Самолбек Косанов, менеджер проекта, рассказал нам, что местные жители неохотно отказываются от традиционного рычного полива. На этом участке студенты Казалардинского университета имени Каркыт-Ата проходят производственную практику применения здесь водосберегающих технологий, формирования современных взглядов у будущих агрономов. У нас на 5 гектаров работает всего одна скважина. Из-за нехватки воды мы пришли к выводу, что надо здесь орошать только капельным поливом. Основам капельного водосберегающего полива обучали на семинаре тренинги в аульном округе Козыл-Жарма местное население Татьяна Немцан и ее помощник Владимир Башков. Более 30 человек, желающих попробовать новую для них технологию, внимательно слушали, задавали вопросы. А потом приняли активное участие в монтаже системы капельного орошения на территории детского сада. Ее чуть-чуть поправить надо будет. Ее вот такие вот скопы сделайте, чтобы ветра не сглала. Так притыкаете. Если в Козыл-Жарме все еще только-только начинается, то Аксакал из Козыл-Арды Нурлыбай Улыгбанулы уже собирает в теплице урожай первоклассных овощей. Как активному участнику проектов ему было выделено 40 листов поликарбоната для перекрытия теплицы. Нурлыбай Ага очень доволен и по-прежнему готов учить детей основам эффективного земледелия. Сперва, наверное, надо показать вкус, пусть попробуют. Надо объяснить, что мы все кушаем привозные огурцы, привозные помидоры. А когда сами выращиваем, это очень прекрасно. А для этого надо изучать, как надо выращивать. Опыт Аксакала очень востребован сегодня. Ведь капельное орошение вместе с другими компонентами проекта реализуется в двух козылорзинских школах, которые посещают воспитанники детских домов и интернатов. В Козылординской средней школе номер 11 учатся около 2000 детей. Пока учителя старших классов изучали основы проектного моделирования, на пришкольном участке развернулась практическая работа. Дети под руководством Владимира прокладывают капельные ленты в цветнике. Делаем два отверстия, вот напротив рюков. Делаем два отверстия и вставляем в фитинги. В теплице, где проводятся лабораторные занятия по биологии, дети уже устанавливают капельное орошение самостоятельно. Ну, дети нормально вникают в ситуацию, все нормально получается у них. Сейчас будем непосредственно укладывать глифлетную ленту, а потом раскидывать капельную ленту. В Козылорде самая плохая питьевая вода в Казахстане. Солевая нагрузка в 21 раз выше нормы. Установка фильтров для воды позволила решить и эту проблему. В ходе проекта установлены сенсорные экраны, которые помогают экономить и воду, и школьный бюджет. Очень кстати оказался здесь и солнечный коллектор. Козылординское солнце заменило обычный бойлер, мощности которого явно не хватало. Теперь проблема с горячей водой на кухне решена. Удобно, очень удобно. Школа номер 173 имени Алии Молдогуловой расположена на окраине города. И педагоги и дети активно участвуют в реализации проекта. На пришкольном участке, где совсем недавно был разбитый асфальт, теперь ухоженный огород, где уже высажены овощи, установлено и капельное оборудование. Но вопросы остаются. К нам пришел сам Албек, он рассказал о капельном орошении, как его нужно, то есть как нужно его устанавливать. И с помощью него вот мы начали эту работу. Сами хотим попробовать, как у нас получится. В школе установлены сенсорные экраны. Они присоединены к водоочистительным фильтрам. Очень довольны этим и дети, и педагоги, и родители. Мы теперь не переживаем за детей, что они могут у нас заболеть чем-то. Солнечный коллектор, расположенный на крыше, не только решил проблему с горячей водой, но и побудил у учеников интерес к научным наблюдениям и практическим исследованиям. Дети сейчас пьют у меня чисто фильтрованную воду. Сейчас очень удобно и экономно. Родители приходят сюда за детьми, они обязательно спрашивают, подходят, говорят, а где у вас такие волшебные экранники? Можно посмотреть. Эти новые технологии к нам пришли совершенно бесплатно. Огромное спасибо. Почему? Потому что школа сама приобрести эти технологии не в состоянии. Знакомство с Алматы началось со встречи в Казахском национальном аграрном университете. Менеджер нашего проекта по Алматинской области Уркис Ильеевы пояснила, что и университет, и представители ФАО, работающие в республике по освоению программы 4H, являются консультантами при подготовке грантовых детских экологических проектов. Действие Академии направлено на организацию предметных олимпиады среди школьников, проведение интеллектуального марафона, определение различных проектов. И мы со своей стороны их консультируем. Предлагают и проекты по альтернативным источникам энергии, возобновляемые источниками энергии. Вот наши ученые с ответственным направлением их курируют и консультируют. Международную экологическую организацию «Женщина Востока», которую возглавляет Уркис Ильева, и университет связывает около 10 лет партнерства. Насколько это важно, мы убедились, посетив Болтобайскую среднюю школу, где шла защита детских проектов в рамках конкурса «Взгляд в Экспо-2017». Мини-ГЭС. Яблоневый сад с использованием капельного орошения. Мини-ферма для производства биогумуса. И другие зеленые проекты представили школьники экспертной комиссии. Дети, молодежь, распространители передовых технологий. Это показатель успешной реализации проекта. Главная наша цель – сделать лучше для своего аула, для своей школы, для родителей. Мы делаем проекты не для того, чтобы принять участие. Я еще раз напоминаю, мы делаем проекты, чтобы выиграть. Осень в Алматы – это ароматные розы и легкая дымка, в которой прячутся близкие горы. Мы едем в Талгар. Частный детский дом-интернат «Ковчег» расположен на месте бывшего пионерского лагеря. Территория большая, зеленая, с цветами и фруктовыми деревьями. Детям здесь хорошо. Но «Ковчег» существует только за счет спонсорской помощи, поэтому вопрос экономии здесь актуален всегда. Поддержка Proon и компания Coca-Cola очень кстати. В доме установлены три сенсорных крана и периодически проводимый самими ребятами мониторинг показывает значительную экономию воды. Более 50 детей проживают в «Ковчеге» и всем надо создать хорошие санитарные условия. Для обеспечения жилых корпусов горячей водой в разные годы были установлены несколько коллекторов. Но они работают преимущественно в теплое время года. Теперь проблемы с горячей водой благодаря проекту решены. Это очень замечательная идея. Мы с ребятами изучали вообще ситуацию такую, да, где какой самый лучший вариант энергосберегающий, незатратный. И вот выяснили, что ветряков у нас ставить нельзя. А самый идеальный вариант – это у нас солнечные батареи, солнечные коллекторы. Вот у нас стоит солнечный коллектор, который предоставлен нам любезно, да, в проекте вместе с фондом Акбата. Если старые коллекторы работали только в летний период, то этот коллектор нового поколения, он работает круглый год. И при правильно подобранной мощности он дает достаточно горячей воды для того, чтобы ребята могли пользоваться. Святая Марина. Так иногда ее здесь называют. Продумывает, как применить эту технологию для отопления зданий. Экономя на всем в Ковчеге, стараются сами обеспечивать себя продуктами питания. В ходе проекта здесь была установлена теплица и капельное орошение. Сейчас летняя теплица переоборудуется под зимнюю. А ребята подсчитывают собранный урожай. Эти практические навыки помогут им в самостоятельной жизни. Многие из ребят работали по своим индивидуальным проектам, совмещая исследовательскую и практическую деятельность. Мой проект был посвящен огурцам мы садили и редиску. Результаты были хорошие. Уже в апреле мы сорвали первый огурец. Первый огурец мы отдали ему Марии. Благодаря капельному поливу в этом году было получено 106 килограммов огурцов. В 2014 году 50. 37 килограмм баклажанов. В прошлом году 10. Более 15 килограмм перца. В 2014 году около 10. 150 килограммов томатов. 28,5 килограммов кабачков. Вот итог летнего трудового семестра. В просторном и чистом подвале хранятся на полках десятки банок с замечательными кулинарными заготовками для полноценного питания детей. Да, в основном у нас кабачковая икра идет, кружочками баклажаны, кобры обязательно в большом количестве, повидло, варенье. Ну все салаты мы стараемся порезать. Вот дома делаем рецепты, которые нам нравятся, мы тоже здесь их готовим, лечим. Ну в общем все такое, что сами любят. То и стараемся здесь внедрить. Успешно идет реализация пилотного проекта в областной школе-интернате для детей с нарушениями психики в городе Есик Алматинской области. Здесь постоянно живут и учатся более 180 детей. И это дети особенные. За каждым из них нужен постоянный присмотр. Поэтому установка 18 сенсорных кранов, конечно, дала значительную экономию. Только за первые три месяца после установки таких кранов было сэкономлено 52,4 кубометра воды. Мне и моим друзьям нравятся такие краны. Так интересно, просто подносишь руку и льется вода. Спасибо всем тем, кто сделал такие удобные мойки. Специфика этого дома-интерната отражается и в образовательной программе. Большое внимание здесь уделяется трудовому обучению, урокам ручного и сельскохозяйственного труда. Школьный огород выглядит просто идеально. Ровные, ухоженные грядки с поздней зеленью, лук-джусай. Огромные плантации с пестрыми осенними цветами. Терпеливо, доброжелательно педагоги рассказывают детям о свойствах растений, учат правильно собирать семена. Капельное орошение здесь применили в этом году впервые. И на открытом участке, и в цветнике, и в новой теплице. Под руководством педагога дети с удовольствием работают в своем рукотворном зеленом царстве. Огурцы остались только дозревать на семена, а томаты продолжают поспевать. Отличный получился результат. И где-то в конце мая мы начали осваивать теплицу. Посадили, подвязали, и, ну, полив. Также нам была оказана помощь в виде капельного полива. Большой напор воды не нужен. Легок в употреблении. Шланги легкие, легко их положить, легко их закрепить. Даже дети прекрасно с этим справляются. Экономия воды. В прошлом году у нас был большой перерасход воды. Даже вот мы не могли вот тут ничего посадить. Мы только клумбу сохраняли, потому что, ну, нечем было платить. Но в этом году уже экономия, вот, я думаю, налицо. Степногорск Акмолинской области затерялся среди невысоких холмов и перелесков. Но Степногорский детский дом номер 4 не выглядит заброшенным. Чистота, уют, комфорт, эстетически организованное жизненное пространство. Так живут здесь дети, для которых этот дом стал родным. При реализации пилотного проекта было решено не ставить здесь солнечный коллектор. Нет необходимости, нецелесообразно. А вот водоочистительные фильтры пришлись кстати. Система водоснабжения в городе старая. В трубах много ржавчины. Фильтры улучшают качество питьевой воды. 21 сенсорный кран, установленный в этом детском доме, принес экономию воды 588 литров в день. За 10 месяцев было сэкономлено 183 кубометра воды на сумму 21 045 тенге. На сегодняшний момент каждый ребенок может употреблять качественную, хорошую воду. Ну и конечно это же экономит наш кошелек, потому что мы ему очень много воды заказывали для спенсеров. А теперь детки могут пользоваться этой водой через фильтр. В октябре здесь состоялось подведение итогов регионального конкурса детских экологических проектов «Взгляд в Экспо-2017». По два лучших проекта из Окольского и Степногорского детских домов было представлено для оценки экспертов. Очень приятно активное участие детей в этих проектах. Желание творить, желание созидать и желание показывать обществу то, что нужно по зеленым технологиям. «Энергосберегающая мечта нашей семьи» – так назвала свой проект Яна Мельника. Само название говорит о том, что зеленые технологии уже пустили глубокие корни в сознание юных казахстанцев. Нам пришлось пройти дорогу от непонимания того, что вообще происходит, к тому, что мы сегодня видели. Это серьезно сформированные предложения, которые несут в своей идее не только фантазию ребенка, но и самое главное – просчитанные конкретные предполагаемые результаты, которые они получат в результате внедрения проекта. Нужно очень любить свою землю, свою страну, свое дело, чтобы объединять людей вокруг таких проектов, которые позволяют обрести гармонию с окружающим миром. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok